В прошедшие выходные на всем постсоветском пространстве отдавали дань памяти героям Великой Отечественной войны. 22 июня – скорбная дата в нашей истории. Ровно 72 года назад фашистские войска напали на Советский Союз. В боях и в тылу погибли миллионы людей. За родину сражались и лучшие друзья человека – собаки. Спасали жизни людям и зачастую отдавали свои за них. За нашу свободу воевало более 60 тысяч собак разных пород. Четвероногие сослуживцы вытащили из-под обстрелов около 700 тысяч человек, помогли обезвредить 4 миллиона тонн фугасов, доставили 3,5 тысячи тонн боеприпасов и более 120 тысяч донесений. По просьбе ветеранов-фронтовиков в Москве на Поклонной горе появился памятник фронтовой собаке. Как сказал открывший мемориал глава Министерства культуры Владимир Мединский, ветераны почти 10 лет добивались его. По его словам, фронтовые собаки вытащили более 700 тысяч раненых солдат из-под пуль в годы Великой Отечественной войны. Война была не только в силу применения человеческого ресурса, как в некоторых аналогах пишется, техники, вооружения, но воевали еще близкие друзья человека, четырехногие, четырехлапые, которые совершили столько подвигов, которые еще мы должны описать и признать этих замечательных бойцов. Именно им было доверено право 24 июня 1945 года на параде в честь победы пройти после парадных колонн фронтов, бронеколонн и потом шли генологи с собаками, которые воистину совершили подвиги. Они в годы войны спасли свыше 600 жизней, выполняя роль санитаров. В годы войны как связисты доставили более 200 тысяч сообщений и размотали более 7 тысяч кабеля. Как собаки-подрывники и минно-розыскные обезвредили, обнаружили и совместно с саперами обезвредили более 4 миллионов мин и фугасов. И, конечно же, как собаки-настоящие бойцы подорвали более 300 танков и бронемашин противника. Генерал Лилюшенко в битве под Москвой писал, собаки обратили вспять атаку немецких танков, когда немецкие танкисты увидели этих замечательных бойцов. И, конечно же, собаке это было напоминание бойцам и командирам Красной Армии о родном доме Абачагея. Они были любимицами бойцов. И многое-многое еще можно о них сказать. Они сейчас служат на войне и гибнут сейчас. И где-то в Чечне, говорят, памятник поставил офицер за свой счет своему другу погибшему, который за него подорвался на мине. Меня еще потрясла цифра, что они подбили больше 300 танков. Это невыдуманная цифра. Вы знаете, за каждый подбитый танк платились деньги нашим артиллеристам и танкистам премиальной этой войны. И, соответственно, в системе социалистического хозяйства каждый рубль учитывался. Поэтому шел точный учет до танка, каждого танка, подбитого собакой. Вы знаете, 300 танков – это две немецких танковых дивизии. Это больше, чем уничтожили некоторые европейские армии в кровопролитных боях с немецко-фашистскими захватчиками. А мы должны подумать о том, сколько наших в жизни спасали наши четвероногие друзья. Ведь они это делали не за награды, не за медали, не за деньги. Они делали это из любви к своим хозяевам. Ни секунды не думая, бросались под танк. Так же, как наши деды и прадеды точно так же отдавали свои жизни за Родину. Наверное, есть в этом какой-то удивительный символизм.